В Пустозерском музее открылась выставка, посвященная незаслуженно забытому русскому купцу, промышленнику, общественному деятелю, золотопромышленнику, писателю, авантюристу и романтику Михаилу Константиновичу Сидорову. Вся его жизнь была связана с освоением русского севера. Он много работал на Печоре, создал здесь первое пароходство. Отсюда импортировал лес в Англию, Францию, Германию. Ломоносов в практике, так называли его за обширные исследования Севера и Сибири. До сих пор личность неугомонного купца, как и его многие называли, вызывает противоречивые чувства. Так кто же он был на самом деле, мод-авантюрист или человек тонкой душевной организации, разбиралась Любовь Пермякова. Он первым начал бурить скважины и добывать нефть в Ухте. Первые скважины, Сидоровские скважины, были заложены в 1868 году. То есть человек такой был очень многоплановый, участвовал в международных выставках, участвовал в всероссийских выставках, везде показывал богатство Севера. Но, к сожалению, так и не дождался помощи от правительства, в конце жизни разорился. Историк и писатель Юрий Канев в шутку называет себя сидороведом. Еще бы, ведь неугомонному купцу Михаилу Сидорову он посвятил 200 страниц печатного текста и несчитанное количество часов в архиве. Впрочем, потратила свой отпуск, чтобы ближе познакомиться с золотопромышленником Лавеласом в окружении бесчетного количества архивных документов и директор Пустозерского музея Елена Меньшакова. Более 30 дней, проведенных в обществе одного из самых галантных мужчин 19 века, принесли большие исследовательские результаты. На мой взгляд, он был человеком с авантюрой. Немножко все-таки вот авантюрное в нем было. Это был человек, у которого было огромное количество идей. И эти идеи были во благо. Эти идеи были замечательными. Да, он пустил первый пароход по Печоре в 1864 году. И все жители Печоры, начиная от Верховья, от Реотроицко-Печорской, заканчивая пое, вообще не могли понять, что это за махина. Движется, пыхтит, чидит по Печоре, издает страшные звуки, но идет по реке. Благодаря Михаилу Константиновичу в устье Печоры появились первые портопункты. А Белощелье, где он предполагал перегружать нефть, впоследствии стало Наринмаром. Василково еще один пункт, который получил название в честь одного из его сыновей, использовался как место по транспортировке печорской древесины. Да, это человек, который вложил бешеные деньги в то, чтобы показывать достоинства печорского края. Я вывозил отсюда и самоедов, вывозил отсюда огромное количество экспонатов для того, чтобы только популяризировать Печорский край. Идей было много, но он зачастую не знал, как эти идеи реализовать. До конца жизни неугомонный купец, несмотря на болезнь и банкротство, был полон идей и решительных планов, многие из которых воплотились после его смерти. В возрасте 64 лет Михаил Сидоров скончался в Германии. Был похоронен на Лазаревском кладбище Александра Невской Лавры. Но память о купце жива до сих пор. Ее возрождают неравнодушные историки округа. Теперь познакомиться с незаслуженно забытым промышленником может каждый желающий. Выставка «Россия беспокойных гражданин» в экспозиционном зале на первом этаже музея-заповедника «Пустозерск» будет работать до 21 сентября. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».